Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Оракула Полуны. Сегодня мы будем смотреть образец расклада, который можно выбрать для индивидуальной консультации. Расклад называется «Ваше будущее. Что хотят сказать покойные родственники из того света?». Так как, работая в некроманте, теперь постоянно через сны приходят люди, которых уже нет в живых, и что-то рассказывают, даже рассказывают о моем папе, например, что я на него очень похожа и так далее. Можно посмотреть как раз вот такой вот расклад, который уже, скажем, наработанный канал с мира мертвых. Итак, будущее. Что хотят сказать покойные родственники из того света? Для этого откроем 9 карт и смотрим. Вот, смотрите. Есть у вас партнер, сильный, мощный, надежный, занимающий статус, пост, должность, имеющий деньги. Может быть, даже медийным, судя по карте звезды. Ваша задача – наказывать этого партнера. То есть не идти на поводу, не вестись на его деньги. То есть показывать свой строптивый характер. То есть он должен понимать, что вы та самая женщина, единственная неповторимая, что с ней будет брак и семья. Что он должен сделать все, чтобы вас, скажем так, подвести под венец. То есть ему нужно пройти вот эти все тяжелые сложности. В этом должны участвовать вы. По карте справедливости ваша задача сделать так, чтобы он безумно вас любил и безумно вас хотел. То есть дали вам такого сложного партнера. Есть, например, которые женщины встречаются с медийными мужчинами и согласны на все. А вот здесь задача совершенно другая. То есть не уступать, не бежать за ним, стараться отталкивать. Потому что все, что мужчине тяжело дается, оно все потом ценится. И через продолжительное время у вас все-таки будет перспектива этих самых радушных отношений. То есть вы здесь приобретаете силу и мощь в этих отношениях. То есть вы боретесь, вы показываете, что в обычной жизни с обычными мужчинами вот такие вот отношения. И вот вы его не отделяете от обычных мужчин. Вы точно так же его угнобите, как и других мужчин. Здесь ваша задача научиться быть сдержанной и при этом быть еще и карающим таким мечом. Создавать мужчине проблемы, чтобы мужчина мучился. И самое интересное, что вот этот мужчина, который пытается у вас выпрашивать деньги, имея статус и должность, и, скажем так, медийность какую-то, он пытается одевать разные маски, показывает какие-то там заламывания рук, что это необходимо и так далее. Вот ваша задача не давать, копить денежку, да, ну и вести себя как клоун. И сделать это так, чтобы это было долго и упорно. То есть вывести мужчину на то, чтобы он уже прямо весь измучился. Для чего? К чему это приведет? К чему это приведет? Вот смотрите. Это приведет к тому, что мужчина будет понимать, что он уже сросся с вами корнями, что он вошел в тупик, а уже любит безумно, да, и все будет готов сделать сам, да, пройдет такую сильнейшую трансформацию личности, пройдет духовный рост и начнет двигаться в вашем направлении. То есть мужчина благодаря вам вырастет. И это вам показывают, скажем так, покойные родственники, чтобы вы не уступали, не бежали, не летели, там не оплачивали счета, самолеты, какие-то гостиницы, а просто там говорили, там едет такая, я жду трамвая, твоя задача оплатить, и тогда я буду рядом с тобой. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.